И хочу обратить ваше внимание на это обстоятельство. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Просил бы вместе с коллегами подумать над тем, как вот этот нормативный стаж с 40 лет сократить как минимум до 30 тысяч. Мы уже неоднократно заявляли, что считаем нецелесообразным повышать пенсионный возраст в России. И не будем этого делать. Да, и еще один момент. Если какие-то и делать изменения по возрасту, то они не должны касаться тех, которые уже практически заработали свои пенсионные права. И уже еще одно чрезвычайно важное обстоятельство. Такие решения не могут приниматься кулуарно даже на уровне правительства. Это должно происходить открыто, с привлечением общественности. И, конечно, в ходе открытой дискуссии в представительных органах власти. Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию. Я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. Плохо отношусь. Но вы сами уже получаете пенсию. Я получаю, да. Я на фабрике работала всю жизнь. А эта пенсия что? Вообще ни на что не хватает. А заплати ЖКХ и все. Ложись в гроб и помирай. Ничего не купишь, ни в отпуск не съездить, никуда. Ну, я, слушай, положительно. Потому что уже там, там, да, уже все идет на увеличение. Никак. Я нормально. Я доверяю нашему государству. Отлицательно. Ну, в принципе, нормально. Все движется, все меняется. Ну, отрицательно. Не доживем. Как сказать, негативно. В сомнении большом. Так, я не возражаю. Мне уже под 80, так что не коснется ничего. А дети все возражают. Очень плохо. Нормально отношусь, как все адекватные люди. А отдых, путешествие? А, думаете, пенсии хватит? Думаю, нет, конечно. Придется получать где-то дополнительный заработок. Как-то особо не планировал еще. Ну, в принципе, все равно, как и любой пенсионер у нас, не такие высокие пенсии, особенно на севере. Ну, то есть, там, за границу кататься не особо получится. Нет, нет. Ну, подработка, она все равно какая-нибудь будет, потому что дети есть, пойдут и внуки. Ну, пенсия, как правило, у нас маленькая, а не такая, как, допустим, в Норвегии или в Италии. Там, допустим, подрабатывать надо будет все равно, маловато это. Все-таки возраст, таблетки там, лекарства всякие. Как-то так. Пенсионерам будет дома сидеть, отдыхать, что будет делать. Я так далеко не заглядываю. Если даже в утро пенсии, наверное, буду путешествовать. Я занимаюсь по магазинам, бегаю по акциям. Ну, я не знаю, для чего правительство хочет такие меры принять. Они думают, что мы живем здесь, как бы, ну, в России народ живет лет по 80, это элементарно. Да нет. Люди мрут-то как в ухе практически. Ну, естественно, для сокращения каких-то бюджетных затрат. Но эти бюджетные затраты негативно складываются на социальном, экономическом статусе людей, народа. Ну, чтобы исправить свои ошибки. То есть нецелевое расходование бюджетных средств, во-первых, там, у меня такое ощущение, что они вообще думать не умеют. Ну, Медведев бывший учитель, там, преподаватель, скажем так. Ну, теоретик, он не практик. Ему даже не понять просто. Тем более, они далеко от народа находятся. Ты наверху сидишь, там, тепло вроде, тебе лично не касается, и нормально. Ну, все обеспечим, он будет нормальной пенсию получать. Мне просто обычных людей жалко. Обострить ситуацию в стране. Для того, чтобы увеличить пенсию? Не знаю. Это надо у правительства спросить. Откуда я знаю? Все, им денег мало, мало. Я на фабрике всю жизнь гнила, с 15 лет работала, у меня пенсия малюсенькая. 17 тысяч. Мне ни в отпуск не съездить, ни одежду купить, ничего. Я располняла, и одежду купить не могу. Лечить меня никто не лечит. Как, спросит, сколько тебе лет, и все. Чтобы пенсию не платить. Потому что у нас, как бы сказать, люди до такого возраста, они почти практически не доживают, особенно на севере. За Путина. Путина, конечно. Голосовала за Владимира Владимировича Жириновского. К сожалению, за Путина, как и большинство. Не секрет, за Путина. За кого? Альтернативы-то нет Путина. Нет альтернативы. За действующего президента. Я за Путина голосовала. Голосовал за Путина, потому что, как бы, ну, мое личное мнение, пусть пенсии там, не пенсии там, ну, в принципе, у нас все есть. И самое главное, что наша страна защищена. Нас сейчас не то, что боятся, нас уважают. И это сделал Путин, он молодец насчет этого, здесь не отнять это. А за Владимира Владимировича? Не за кого. Когда я чисто кинул пустую анкету, это означает против всех, да. За Путина, в принципе, он, как президент страну во внешней, во всей этой политике, поднял довольно-таки нормально. Все там решено, все решено, я думаю, уже все за нас решено. Нет, решение бы не изменил, потому что, ну, все равно, все, что не делается, оно, по крайней мере, пока страну поднимает. Естественно, да, но, но, не было, за кого было бы голосовать. Глудинин слабоват, Жириновский не тот уже. Нет, Путин мне нравится. Я бы так же голосовала за Путина. Нет, потому что до 2000-го года в стране даже трудно назвать, что было. А с Путиным все-таки все изменилось кардинально. Я бы, конечно же, наверное, изменил свое мнение. Я нет, я его уважаю. Доброго здоровья, погода прекрасная, чтобы вот в холоде весь июнь просидели в холоде. Это уже ни к чему совершенно, чтобы отопление все как-то периодически отключали, когда... Когда надо. Когда надо, да, когда солнце, отключите. Когда нет холода, уж подключите на недельку-то, правда? Здоровье. Будет здоровье, и все будет. Здоровье и терпение. Я желаю, чтобы у всех кировчан была возможность путешествовать вне зависимости от пенсионной реформы и жить припеваючи. Терпение. Здоровье, прогоды. Ну и что еще? Успехов в труде. Крепкого здоровья, благосостояния. И пускай у каждого кировчанина желания и мечты всегда сбываются в жизни.